В мире есть три великие стены. Китайская, Горганская в Иране и Абхазская. Если первые две были построены для защиты от кочевников, которые нападали на своих более развитых соседей, то происхождение третьей, Абхазской, до сих пор покрыто тайной. Ясно одно. Если люди вызвали столь грандиозную постройку, значит им пришлось защищаться от сильного и опасного врага. Настолько опасного, что стену протянули аж на 160 километров. Абхазская земля за свою многовековую историю была пристанищем разных народов. Здесь строили портовые города-колонии греки. Позже властвовали римские гарнизоны. Возводили христианские храмы и крепости византийцы. За плодотворные причерноморские земли воевали персы, арабы и турки. И, конечно, селились народы, для которых край стал домом. Среди них были и Абхазы, которые дали название и стране, и Великой стене. Великая Абхазская стена начинается здесь. 600 метров от уси реки Келосури. Поэтому второе ее название – Келосурская стена. Дальше она идет на восток, через горы, леса, вплоть до реки Ингури, прямо на границе с Грузией. Так кто построил третью по величине стену в мире? От кого она защищала? И какие тайны хранят ее многочисленные башни? Я Андрей Бурковский. Это программа «Не факт». Постараемся выяснить это. Великая Абхазская стена тянется от устья реки Келосури до села Лекухона на правом берегу Ингури. Наиболее укреплен левый берег Келосури. Именно здесь были сосредоточены основные гарнизонные укрепления. Из 279 башен 275 приходится на участок Келосури-Ткварчели. Дальше число оборонительных сооружений резко сокращается, и на протяжении 40 километров стоят лишь 4 башни. Это значит, что строители стены защищали главным образом центр страны и восточные территории. Первым бастионом Великой Абхазской стены принято считать Приморскую башню. Эта красавица изображена на всех туристических проспектах. От нее до центра Сухума примерно 5 километров, поэтому это этакий часовой на восточной границе города. За много веков Сухум часто менял названия и владельцев, но сохранял свое стратегическое значение. Поэтому неудивительно, что Великая Абхазская стена начинается именно здесь. Построить такое масштабное фортификационное сооружение могло лишь только мощное государство, у которого были серьезные интересы в регионе. В древности таким государством была Греция. На месте нынешнего Сухума в VI веке до н.э. находилась богатая греческая колония – Диаскурия. Своё название она получила в честь героев мифов – близнецов Кастера и Полидевка Диаскуров, которые участвовали в походе аргонавтов за золотым руном. Теперь их знаменитые конусообразные шапочки можно увидеть на гербе Сухума. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, пожалуйста. Как мы все помним, аргонавты на своем корабле Арго приплыли в Калхиду, а Диаскурия, нынешний Сухум, являлся главным центром этой легендарной области. Так что Юсун со своими товарищами приплыли именно сюда. Ну, конечно, аргонавты – это миф, но в нем есть и доля правды. Потому что где еще можно было достать шкуру золотого барана, как не здесь, в самом большом торговом городе региона? Древнегреческий историк Страбон сообщал, что в Диаскурии собиралось до 300 народов, говорящих на разных языках, а дела велись с помощью 130 переводчиков. Понятно, что такой богатый полис и его гостей нужно было постоянно оборонять от воинственных местных племен. Французский путешественник Дебуа де Монпераль в 19 веке изучил Абхазскую стену и предположил, что с ее помощью греки замкнули свою территорию до самого подножия города. Сейчас большая часть территории Древней Диаскурии находится на дне Сухумской бухты, прямо под нами. В результате подмыва берега большая часть суши оказалась под водой, и некогда цветущий город превратился в Абхазскую Атлантиду. Но кое-где мы видим, как фрагменты древних стен выступают из моря. И таким образом мы можем сравнить технологии строительства Древней Диаскурии с Великой Абхазской стеной. Пользу греческой версии говорит и следующий факт. Античный географ и историк Гекотей, живший в VI веке до н.э., в своих сочинениях пишет о некой большой стене, которую называют Караксийской крепостью, по названию одного из местных племен. Вполне возможно, что это и есть наша стена, и именно от караксов она и защищала богатые приморские владения греков. Боюсь, что нам придется попрощаться с греческой версией. Дело в том, что Караксийская стена находилась в совсем другом месте, а именно на реке Бзыбь, что гораздо западнее нашей стены. Кроме того, Приморская башня, которая находилась и находится сейчас вот здесь, имеет бойницы, которые явно предназначены для огнестрельного оружия. Это означает, что происхождение этой башни относится к более позднему периоду истории. Вся оборонительная цепь имеет длину 58 километров. При строительстве Великой Абхазской стены были грамотно использованы особенности местного рельефа. Там, где проход невозможен в силу труднодоступности, стену не возводили. Там же, где есть риск проникновения врага, заграждение строили. И если сложить все участки, получается 25 километров. Именно для их строительства пришлось затратить большую часть сил и средств. Между устьем Келасури и рекой Гиджир длина пробелов в стене 33 километра. Там расположена очень труднодоступная местность. Обрывистые склоны, узкие ущелья, осыпи и оползни. Горы Абхазии покрыты труднопроходимыми лесами. И добраться до некоторых участков стены просто невозможно. Нужно вырубать деревья. К другим приходится пробираться через горные реки и надеяться на то, что водная стихия не уничтожила того, что когда-то создал человек. Лично мне даже трудно представить, как тысячи лет назад в эти глухие места доставлялись материалы и возводились километровые стены. Кто эти героические люди? В VI веке уже нашей эры. За кавказские земли боролись две сверхдержавы – Византия и Иран. Каждая из государств хотела контролировать торговый маршрут, который вел в Китай и Индию – Великий Шелковый Путь. Шелк в Средневековье ценился наравне с золотом и драгоценными камнями. Персы пытались блокировать торговые связи византийцев, устанавливали высокие пошлины для купцов. И тогда караваны из Китая и Средней Азии пошли в обход Ирана. Они стали огибать Каспийское море не с юга, а с севера. В связи с этим на Кавказе появились два ответвления Великого Шелкового Пути. И оба они шли через территорию современной Абхазии. Иранцы, которых раньше называли персами, при помощи своих северокавказских союзников пытались отвоевать у Византии хлебное Черноморское побережье и ведущие к нему торговые пути. А Византия, в свою очередь, объединила абхазские племена, чтобы дать агрессору подпор. По приказу императора Юстиниана для защиты византийских владений от набегов враждебных горных племен Северного Кавказа и персидских вторжений было построено множество новых укреплений. Назывались они Клесурами. Возможно, это и была Абхазская стена, второе название которой Келосурская. Византийскую версию происхождения стены можно проверить, сравнив технологию ее строительства с анакопийской крепостью в Новом Афоне. В 7 веке при помощи византийцев была построена анакопийская крепость в Новом Афоне. Слава Богу, башни и стены сохранились, и поэтому их можно сравнить с Великой Абхазской стеной. Но посмотрите, даже на первый взгляд они очень разные. Если в анакопийской крепости камни гладко оттесаны, то здесь все по-другому. Такое ощущение, что мастера очень сильно торопились и делали все наспех. Но вряд ли один и тот же народ мог построить столь разные сооружения в одно и то же время. Кроме того, новые торговые пути византийский император Юстиниан искал на севере и востоке. Его интересовала Лазика, территория нынешней Западной Грузии, а также Прикаспийские земли. Поэтому стены и башни византийцы строили не во внешней Абхазии, где находится стена, а на северо-востоке страны. А вот еще один интересный факт. Город Сукум во времена Византии назывался Себастополисом, находится вне пределов этой стены. Это очень странно, потому что византийцы не могли не защитить столь важный для них объект. Это еще раз подтверждает, что они, как и греки, вероятнее всего, Великую Абхазскую стену не строили. О чем рассказали манускрипты, найденные на Синае? Построили они стену в Келосуре, даже больше той, что возвели они против Хазар. Кто же строил Великую стену? Разгадка тайны. Я сейчас оказался в самом центре огорода местного жителя. Посмотрите, что служит им забором. Великая Абхазская стена. И почему мегрельский князь Ливан II боялся абхазов? Им пришлось защищаться от сильного и опасного врага. Настолько опасного, что стену протянули аж на 160 километров. У персов резонов строить такую стену было гораздо больше. Предположим, что Великую Абхазскую стену построили именно персы. Тем более на территории Ирана есть Гарганская стена. Возможно, традиция оборонительного строительства пришла именно оттуда. Великая Гарганская стена построена и сотен тысяч, а возможно и миллионов красных кирпичей. Поэтому здешние жители называют ее красной змеей. Местность, где ее возвели, каменистые пустоши, покрытые осадочной горной породой лесом, который идеален для производства обожженных кирпичей. Археологи обнаружили несколько тысяч печей для обжига, выстроившихся вдоль всей Гарганской стены, длина которой 195 километров. В Абхазии персы стремились отгородиться от побережья, откуда на контролируемые ими земли и важные торговые пути посягала Византия. Персидскую версию строительства Великой Абхазской стены поддерживает известный грузинский лингвист Заза Аликсидзе, которому в 1994 году удалось перевести манускрипты, найденные на Синае, в монастыре Святой Екатерины. В них упоминалось строительство персами Великой стены в Абхазии в VI веке, как раз во время противостояния с Византией. Манускрипт, написанный на языке Кавказской Албании, гласит «И окрепли персы, захватив Грузию, Эретии и Армению. Вошли и на Кавказ, повесив врата свои в Дарьяле и двое таких же ворот в Двалетии. Построили они стену в Келосуре, даже больше той, что возвели они против Хазар». Стена против Хазара, о которой говорится в Синайском манускрипте, та самая, что поднимается из Каспийского моря, будто бы в продолжение Великой Горганской. Доподлинно известно, что она построена в VI веке н.э. Получается, что с Великой Абхазской стеной они ровесницы и родственницы, а значит, и выглядеть должна одинаково. Но это не так. Сооружения – абсолютные антиподы друг друга. Дербентская стена сложена из блоков обтесанного камня и кирпича, правда, на этот раз необожженного, а Великая Абхазская – из речного булыжника, с использованием известкового раствора. Вряд ли их построил один и тот же народ в одно и то же время. Я сейчас оказался в самом центре огорода местного жителя. Вот огурцы, тыква. Посмотрите, что служит им забором. Великая Абхазская стена. По-моему, неплохо вписывается в пейзаж. Вообще складывается такое ощущение, что стену построили сами местные жители. Но почему приказу? От кого или от чего им потребовалась такая срочная и основательная защита? На территории Абхазии в VI веке проживали проперсидски настроенные племена – месимяне. Жили они в горной части страны, в районе современного Цабала, нередко устраивали засады на идущие в Причерноморский Себастополис торговые караваны. Возможно, именно они по заказу персов на скорую руку возвели укрепление из местного речного булыжника. То, что стену построили местные жители, говорят и сами башни. Во-первых, у многих из них нет фундамента, а в некоторых не сохранился пол, видимо, он был земляной. Также мы знаем, что стены сделаны из речного булыжника. Здесь вообще в Средневековье из него строили практически все. Посмотрите, что еще очень интересно. Стена внизу очень широкая, примерно метр, а вверху значительно уже и не кажется надежной. Ряд ученых, несмотря на Синайский манускрипт, персидский след во всей этой истории отрицают. Дело в том, что стоянка персов в Горной Абхазии документально зафиксирована лишь дважды. Первый раз иранский гарнизон находился в Цибельде, нынешнем Цабале, в 550 году. Гостили персы недолго. Через два месяца византийцы полностью уничтожили незваных гостей. Второй раз иранцы пришли в эти земли спустя пять лет, в 555 году и пробыли меньше года. За такие сроки построить столь масштабное оборонительное сооружение даже при участии местных жителей очень сложно. Поэтому персидская версия имеет как ярых сторонников, так и противников. Самая популярная и изученная версия возникновения Абхазской стены — ее строительство мегрельским князем Ливаном II Додиане. Эту теорию выдвинул археолог Юрий Воронов после того, как в 70-е годы 20 века были раскопаны две башни в горной части страны. Интерес к этой версии подогревает драматичная история из личной жизни князя Ливана II. Он был женат на дочери правителя южной части Абхазии, но обвинил ее в неверности и жестоко наказал. Отрезал нос, уши и выгнал из дворца. Это стало причиной кровной мести со стороны Абхазов и 30-летней войны. Чтобы защититься от постоянных набегов бывших союзников, Ливан II и велел соорудить стену, разделяющую мегрелов и Абхазов. У мегрельской версии есть и фактическое доказательство, а именно записки католического миссионера Арканджело Ламберти, который писал Владыки Мегрелии со стороны моря возвели несколько крепостей, в которых стоит стража, вооруженная ружьями. Такую же защиту они устроили и со стороны гор. Там с весьма большими расходами возвели стену, длиною в 60 тысяч шагов. И на равном расстоянии в ней находятся башни, охраняемые значительными отрядами стрелков. Еще один весомый аргумент в пользу мегрельской версии – устроенные в стене бойницы, которые имеют прямоугольное сечение и суживаются наружу. Ученые сделали вывод, что предназначались они для огнестрельного оружия. В 17 веке, когда правил Ливан II, такое оружие уже существовало. А значит, время на стороне этой версии. А вот тут-то и начинаются нестыковки. Ламберти писал, что длина стены составляет 60 тысяч шагов. А это уж никак не может равняться 160 километрам. Кроме того, Ламберти в своих записках очень часто употребляет слово «деревянное». Но, как мы знаем, абхазская стена была каменной. Противоречит этой версии сама история. В 17 веке Мегрелия была слабым княжеством, ведущим разорительную войну с абхазами. Неизвестны даже храмы, построенные в то время. Маловероятно, чтобы у Ливана II были средства на возведение столь масштабного оборонительного сооружения. Нельзя игнорировать весомые аргументы в пользу этой версии. Это керамика 17 века и оружейные бойницы. То есть стена, как минимум, достраивалась в новое время. Этим и объясняются деревянные постройки, о которых писал Ламберти. То есть получается, что Мегрельский князь Ливан II просто воспользовался этими древними сооружениями, которые сохранились на его территории. Химия камня. Что показал изотопный анализ стены? Итак, что нам удалось выяснить? Почему Великая Стена напоминает строительный Вавилон? Многие работы были сделаны просто на скорую руку. И где заканчивается третья по величине – стена в мире? Иногда стена идет то вверх, то вниз, через поля, леса. В 2010 году ученые провели анализ химического состава связующего раствора. Такое исследование помогает довольно точно установить время строительства. И тут всех ждала сенсация. Анализ показал, что стена датируется разновременно. Техника кладки говорит о двух этапах строительства, первым из которых было раннее Средневековье, а именно VI век. В это время как раз и боролись Персия и Византия. Значит, авторов или заказчиков стены следует искать среди этих двух народов. Судя по картам, стена имела форму дуги и, скорее всего, тянулась от побережья до побережья. Логично предположить, что она защищала от нападения со стороны гор. Самое укрепленное место стены было здесь, на левом берегу реки Келасури, или, как по-абхазски, Келасур. Значит, больше всего они боялись нападения со стороны северо-запада, а также Кадорского ущелья. Там жили мисимяне, а также останавливался гарнизон персов во время войны с Византией. А дальше в разные исторические эпохи стену могли использовать, перестраивать и дополнять враждующие народы по обе стороны. Поэтому исследователям до сих пор непонятны многие архитектурные и технические особенности стены. Многие башни построены у побножья стратегически важных возвышенностей, что нелогично, потому что форпосты становятся открытыми для обстрела сверху. Иногда стена идет то вверх, то вниз, через поля, леса, что складывается впечатление не оборонительного сооружения, а обычного забора. Кроме того, посмотрите, отсутствуют бойницы или межэтажные перекрытия. Также, как я уже говорил, нет фундамента, и стена стоит прямо на траве. То есть получается, что многие работы были сделаны просто на скорую руку. Значит ли это, что угроза, из-за которой была построена эта стена, появилась внезапно? Не факт. В стене часто встречаются пустоты, не заполненные раствором. Некоторые участки вообще не завершены. Успели вырыть только траншею для фундамента. И такой оборонительный Вавилон растянулся на 160 километров. Объяснить это возможно только тем, что у стены были разные хозяева, жившие в разные эпохи. Где же заканчивается Великая Абхазская стена? На этот счет есть две версии. Первая. У реки Ингури, что на границе с Грузией. А потом река уже сама является естественным препятствием вплоть до побережья. Версия номер два. Стена идет вдоль реки Ингури и также оканчивается побережьем, потому что там тоже есть древние постройки. Но относятся ли они к нашей стене, неизвестно. Великая Абхазская стена – грандиозная фортификация. Одно из самых загадочных и спорных сооружений Кавказа. Ее главный секрет состоит в том, кто, когда и зачем воплотил столь успешный замысел в жизнь. Ученые исследуют стену больше века, однако до сих пор нет однозначного ответа на эти вопросы. А поскольку вопрос авторства остается открытым и не установлены даты, Великая Абхазская стена по-прежнему не имеет своего паспорта. И это не позволяет памятнику попасть под защиту ЮНЕСКО и, конечно, не способствует его сохранению. Итак, что нам удалось выяснить? Великая Абхазская стена была построена руками местных жителей. Это факт. Но почему приказу? Об этом историки до сих пор спорят. Стена начала строиться в VI веке. Это факт. А потом достраивалась вплоть до 17-го столетия. Политическая ситуация в этом регионе постоянно изменялась, поэтому от кого именно защищала стена, выяснить практически невозможно. А в тайнах многочисленных башен придется разобраться археологам. И мы вновь приедем сюда, в эту прекрасную страну, за новыми фактами. Тем более нас здесь всегда ждут. Я Андрей Бурковский, и эта программа «Не факт» из Абхазии. «Не факт» из Абхазии.